Даже без видеопросмотров. 14 секунд! Я никогда не видел такого, чтобы в трафике Марка Снайд взлетал. Но 7-й матч за тобой существует, чтобы открывать для себя новые какие-то ощущения. Каспер Уэр, вот смотри, как будто скорость к нему возвращается очень быстро. Малыш Каспер закручивает этот мяч с отскоком от счета. Ну как же красиво, как же ждали Каспера Уэра вот такого взрывного, который даже с Трэндов Рейзером, одним из лучших защитников периметра, справляется легко. Ну да, после шести потерь в первой четверти, казалось, что он может отправиться в Харасево. Домас РТЛ, какие передачи! Да, иногда кажется, что Томас РТЛ не в полную силу играет такими отрезками, и что истинного Томас РТЛ мы увидим уже в каком-то суперфинале. Пытается обыграть, Узимскому делает передачу. Немченко просит за стол, Морис, Дур, какое движение! И танк одной рукой, великолепный навес! И завершение от МДУРа в 40-48! Предлагает ведущий на арене включиться в защите ЦСКА. Какая передача! И ВИЦ ХАЙТЕР! Просто разрывает краску, а Томас РТЛ отдает свою классическую передачу из пруд ноги. Это очень красиво! Еще раз там показывают потрясающий пас Томас РТЛ, ну и не менее эффектное завершение ВИЦ ХАНТР. Димитриевич снова искал контакт, но в этот раз судейский свисток молчит. Значит, все в порядке. А Куперсел взлетает под сводами из своей арены! Всю площадку прошел второй номер! Ну и тут сам баспетбольный Бог велел воткнуть сверху! Ну, это бы работало эффективнее, конечно. Повторяйте, не без внуки. ХАНТР КЛАСТА МОРГАН! И накрывает его Тони Джекири, показывая, что только не в Мегаспорте. Где угодно, но не у нас на площадке. Еще раз повтор эпизода. Джоэн Морган замакивал Санадан, но Тони Джекири подарил нам один из лучших моментов этой полуфинальной серии. Бальчика Зенита были в краске. РТЛ, снова красная передача! Красная, классная, но какой танк! От Джоэна Моргана! Можно было поверить, что форум Зенита отправится в полет, но все-таки случилось. Заведется ли здесь все к пик-н-роллу? Нет, Рейнольдс. Все сводится к игре 1-1. Классный спин и Джалин! Джалин Рейнольдс отмечает своим танком мощнейшим. Мне кажется, просто опасно находиться в трехсекундной, когда Рейнольдс летит на полной скорости. Успанов довольно-таки агрессивно играл в защите в первом матче. Агрессивно привело к удалению. Закал! Денис Захаров взял на полстар Тони Джекири. Да, я точно помню, что у него была травма колена. И вот после этого восстановиться и так забивать сверху, так заносить мячи. Да, вот этого точно никто не ждал. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...